Приветствую вас! Ну, в первую очередь хотелось бы сказать о том, что даже если ваша агрессия сразу ушла, то это естественный результат, который нужно закрепить, который нужно как-то развивать дальше, то есть это не делается за один раз, да, это не делается за несколько сессий с психологом, вот, даже если вы чувствуете, что есть результат, то есть нельзя сразу после появления результата, да, нельзя сделать работу, то есть нужно продолжать дальше работать. Вот вы говорите 6 консультаций, ну для, а 8 консультаций, для 8 консультаций, мне кажется, результат хороший, мне так кажется. У вас могут быть, конечно, свои представления на этот счёт, вот, но вы сказали, что выяснили причину агрессии, вот, ну своей. Это меня немножечко настрашило, потому что причин у агрессии, ну помимо того, что может быть много, да, причин, помимо этого, мне кажется, ещё важно понимать, что вообще такое агрессия и, собственно, что она из себя представляет, да, вот. Агрессия – это желание, потребность человека себя как-то защитить. Вот. То есть это именно потребность человека в защите. И я не знаю, что за причина вашей агрессии, но я точно знаю, что агрессию необходимо отреагировать. Агрессию нужно, как бы, грамотно и хорошо. То есть необходимо не подавлять её, вашу агрессию не подавлять, а именно грамотно реализовывать её. Вот мне думается, что в этом направлении вам нужно двигаться, то есть изменить отношение к ней, к агрессии в целом. То есть увидеть, что за ней, за агрессией, кроется, в общем-то, естественное желание себя защитить. Вот. И желание – это, в общем и целом, оно вполне адекватно. То есть это вполне нормальное желание себя защищать. Вот. Вот вы говорите, что, значит, за ухмылки и издевательства. То есть получается, да, что вы так себя поставили, вот, ну, на работе, вероятно, так себя поставили, что над вами могут издеваться, ухмыляться, что-то ещё, вероятно, может происходить такое негативное. И возникает вопрос, так, а почему же вы себя так поставили? Вот вы себя поставили так, что, что над вами, собственно, ну, издеваются, да, над вами ухмыляются и так далее. Значит, получается, что вы до определённого момента терпели. Получается, что вы до определённого момента как-то, ну, ждали, что ситуация, ну, может быть, разрешится сама собой или типа того. Вы ждали, вы ждали. Ну и, соответственно, если вы ждали, вы не выражали свои чувства, вы не выращали свои эмоции, то вот вам и причина агрессии. Вовремя вы этого не сделали, вовремя вы свои чувства не выровили. И всё, и это копится в вас, это копится в вашем сознании, и вам в итоге хочется просто человека ударить, потому что это всё уже достигло определённого предела, понимаете, вот. Является ли это чем-то хорошим, нет, вопрос заключается в другом, на самом деле, вопрос заключается в другом, вопрос заключается в том, почему вы, ну скажем так, допустили эту ситуацию, как вы её допустили, эту ситуацию. Быть может вы делаете это интуитивно, специально, или лучше сказать, может быть, целенаправленно, может быть, вы делаете это целенаправленно для того, чтобы иметь возможность, вот, для того, чтобы иметь возможность проявить агрессию, то есть вы целенаправленно вводите себя в состояние, при котором вы, как бы, как бы, получаете разрешение, да, на то, что, разрешение на то, чтобы испытывать агрессию, вы, как бы, получаете разрешение на это, и в итоге, совершенно, совершенно спокойно, со спокойной, со спокойной совестью, со спокойной душой, эту самую агрессию вы и испытываете. Вот может быть, может быть так, может быть такая история, может быть, но, эээ, я думаю, что, эээ, в любом случае с этим нужно разбираться. Эээ, значит, эээ, продолжать ли вам работать с эээ психологом, я полагаю, речь от только вам, если, эээ, если вам нравится, эээ, психолог, если вас устраивает, работа, эээ, ээээ, с ним, то почему бы и нет? А если же вас не устраивает работа с ним, если вы, ну, так или иначе, недовольны или считаете, что он к вам относится как-то, ну, плохо или вам просто не нравится, что вы, там, делаете. Ну вот, если ситуация так, эээ, такая, то в таком случае, конечно, имеет смысл, эээ, может быть, психолога именно сменить и все-таки, эээ, с другим, эээ, поработать. Ну вот. Я думаю, так, эээ, я думаю, так вам можно ответить на ваш вопрос, эээ, вот. Значит, вы спрашиваете, как быть? Ну, эээ, исходите из цели, эээ, вот, исходите из цели, эээ, с которой с вами работает психолог ваш. Эээ, кстати, вот, слово работать вы, ээээ, в кавычки поместили, да, что, может быть, вы имеете в виду, что вы недовольны, недовольны, недовольны тем, эээ, результатом, который, эээ, есть у вас, эээ, вот, может быть, вы недовольны этим результатом, но, эээ, я по поводу результата объяснил вам, надеюсь, вы это на себя поняли, вот. Эээ, по поводу того, стоит ли работать дальше, эээ, исходить именно из, ээээ, целей, то есть, эээ, смотрите, если цель вашего психолога в том, эээ, чтобы подавить агрессию, да, то есть, ну, подавить ее просто, это, мне кажется, не совсем правильно, правильно, то есть, вы выяснили причину, да, эээ, вы, вы выяснили причину, то вы выяснили причину, это хорошо, но причину мало выяснить, эээ, ее нужно еще эту причину, эээ, отреагировать, знаете, вот, ее необходимо отреагировать, причину, то есть, ее необходимо, эээ, реализовывать, эээ, в, 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 ну, в вашем, вот, эээ, пределе личных, личных границ, то есть, если приедет причина, которая вас, как-то, напрягает, развращает, то именно с ней уже нужно что-то делать, а не просто так, чтобы вы выяснили причину, да, и, и все, и больше вы ничего не делаете, это, это неправильно, вот, поэтому если психолог ваш ставит своей целью подавление агрессии вашей, то работать с ним, наверное, вам не стоит, потому что подавление агрессии, ни к чему хорошему не приведет. Если, у психолога есть, а, значит, эээ, четкий, эээ, план по поводу, ну, по поводу дальнейшей работы с вами, я полагаю, что, как минимум, эээ, этот план эээ стоит, ну, реализовать, потому что такие вещи, как психологическое изменение человека происходит не сразу, и на это нужно время. Ориентироваться стоит на свои ощущения, то есть если вам с психологом комфортно, если вам с психологом спокойно, если вы чувствуете себя с ним уютно, если вы доверяете ему, то обязательно расскажите о том, что произошло. Я уверен, при наличии профессионализма вы с психологом обязательно придете к решению и сможете и дальше успешно работать. Главное в этом, чтобы работал не только психолог, но и вы. Потому что если вы не будете работать, а будет работать только он, то в этом на самом деле мало что хорошего будет. Вот. К сожалению. Ну просто потому, что для успеха, именно для успеха, нужно, чтобы именно два человека работало, а не один на этом. Вот. И тогда я полагаю, что у вас все будет хорошо. Меня, правда, не покидает ощущение такое, знаете, немного смутное, что вы настроены несколько скептично, вот. Ну, по отношению к психологу своему, вот. Ну просто скептично настроены. То есть, возможно, вы думаете, что он не работает как нужно или что-то в этом роде. Вот. И этот момент тоже нужно обговорить с вашим специалистом, потому что это может подорвать доверие между вами, что в общем и целом является абсолютно неприемлемым для вас. если вы хотите именно работать продуктивно и, собственно говоря, успешно. Вот. Я думаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен. Значит, вы можете, в принципе, если вам не нравится психолог, вы можете поработать с кем-то из коллег на нашем ресурсе хотя бы. Ну вот, работа на сайте ничем не худе, а иногда и лучше, потому что вы находитесь дома у себя. Если у вас остались вопросы по поводу моего ответа, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok